добрый день мои хорошие итак у нас вторая часть продолжение моих злоключений с вождением автомобиля и так прошло 14 лет и мне вдруг но по работе я уже говорила по работе понадобилось так чтобы я имела свой транспорт очень мы приехали без копейки деньги с китая и нам ничего не оставалось как взять мою машину в кредит но это еще пол беды машину мы взяли кредит оформили 5 лет я ее выплачивала значит но научиться водить машину заново то есть представьте я вообще я вообще не водила машину 14 лет и тут не надо в кратчайшие сроки буквально там неделю-две научиться водить машину и ездить на длительные расстояния между городами причем проезжая несколько населенных пунктов через весь наш город потом у нас там поселок иноземцева минеральные воды и еще по пути как бы парочку таких мелких вот мне надо было очень быстро научиться водить машину вы знаете я второй раз совершила эту ошибку в общем то я по позвонила по частным инструкторам которые водят которые учат водить машину и так оказалось что вот в тот момент когда мне они понадобились так оказалось что они все были заняты кто-то уехал на море кто-то заболел у кого-то спину прихватила кто-то еще случилось на общем я не смогла найти инструктора по вождению я сделал второй раз ошибку в общем-то сила стала учиться есть вместе с мужем никогда не совершайте такую ошибку может быть сейчас не кто-то напишет что да у них муж очень хорошо помог там еще что-то я знаю почти 90 процентов по моему женщин которые учились ездить водить машину с мужьями у них самые негативные отзывы об этом опыте потому что во первых вы знаете у нас были такие бои то есть доходило по моему до рукоприкладство просто я у меня настолько низко упала самооценка я говорю я дожила ну считайте в четырнадцатом году это мне было уже 51 год я дожила до пятидесяти одного года и я не думала что я такая тупая но по его высказываниям что я ужасно тупая что ничего не соображаю я вообще-то это и он не было на показывал все время знаете вот я еду по городу с ним и рядом останавливается какая-нибудь автоледи там на перекрестке он бит вот смотри как она лихо там едет вот сейчас я понимаю что это была великая глупость потому что как как можно человек сел за машину впервые в жизни за руль я не знала ни гаворитов не мощности этой машины не насколько она там юркая она как она вообще я еще даже вообще ничего не знала я уже не говорю о том что я даже не понимала как я мое расположение на дороге то есть мне казалось что я еду прямо что я обязательно брежусь во все машины которые едут на встречу мне казалось что я занимаю вот всю дорогу у меня не было еще не я не понимала дистанции вот это знаете я вот когда смотрю в зеркало заднего вида я не понимала насколько далеко от меня эта машина насколько она близко я не понимала подлежать перекрестком успели я проскочить или не успею вот между приближающейся машиной их а он хотел чтобы я там на второй третий день уже прямо лихо там ездила знаете дарма я притормаживала и лихо очень парковалась и так далее про парковку это вообще отдельный вопрос я вообще молчу ну в общем дошло дело до того что я поняла что мы либо разведемся либо я опять заброшу вождение а так как забросить вождение я никак не могла то мне нужно было каким-то образом все-таки научиться водить машину и тогда я начала по вечерам ездить одна то есть я приходила с работы садилась за руль и ездила по каким-то безлюдным улицам но вы знаете одно дело когда ты просто едешь по безлюдной улице другое дело когда ты едешь действительно в потоке машин когда в городе с перекрестками со светофорами и так далее и тому подобное другое дело просто ехать по дороге вдоль вдоль какой-то безлюдная улица это совершенно разные места ой совершенно разные вещи единственное хочу сказать один раз я рискнула и поехала в железноводск внуку вы знаете я вообще я и до сих пор не очень-то люблю ездить по ночам и по вечерам потому что у меня зрение плохое я близорукая и ночью я вообще как слепая курица я очень плохо вижу и вот в ту поездку помню у меня было три таких прям случая знаете один случай я сама чуть не погибла в общем я на развороте не на развороте а на повороте я не заметила вот бордюра и в общем-то колесом прям наехала на бордюр меня машину отбросила я чудом я не знаю как я сориентировалась в общем-то удержала машину потом дальше не наехала на пешехода который которого я не увидела в темноте что он начал движение на пешеходном переходе и третий момент был уже почти около дома другой пешеход перебегал улицу в неположенном месте скажем так и я тоже не ожидала что кто-то выпишет сейчас чуть ли не под колеса автомобиле камни было страшно ужасно знаете вот первые я даже не скажу два месяца наверно первые четыре месяца мне было очень страшно страшно так что знаете только подумав о том что не надо куда-то ехать я вся покрывалась с липким холодным котом меня потели руки я помню я брала руль в руки и знаете руль я не могла его держать руль скозил в украх настолько у меня мокрые были ладошки оттого что я так нервничала но деваться некуда было мне нужно было как-то учиться водить автомобиль вот и знаете один прекрасный момент я поняла что так долго продолжаться не может я могу просто разболеться от этих нервов открыла окошечко и звук такой потому что очень на жарко ребят у нас сегодня такая жара я сейчас еду гулять на цветник потому что я чувствую что это прям последний наверное денечки у нас такие замечательные вот еду гулять но жара жуткая вот в машине невозможно открыла все окна ну наверное шум автомобиля вам мешает и в общем-то я в очередной раз воспользовалась знаете такой психологической техникой которую даже не которую где-то прочитала которую я придумала сама я вообще считаю что вершина вершина гора обладает каким-то магическим действием и я тогда поднялась на вершину нашего машу к вот так вот у нас тут стоят ты как хочешь так и проезжай подъехал вот я поднялась на мою пришли на машу к села там я сидела очень долго на часа два я сидела и смотрела на город который внизу а внизу город знаете машинки такие маленькие как будто таракашки такие пользы ползают по дорожкам вот я посмотрела я смотрела на я смотрела на город видела эти машины и проговаривала знаете такие фразы что я шикарный водитель я прекрасно вашу машину я вообще спокойно абсолютно расслабленно чувствую себя за рулем я все замечаю я там водитель а супер ас и так далее тому подобное вы знаете пока настолько поверила я в магическую магическую число не подберу в магию скажем так магию вершина что вот знаете когда я спустилась с этой вершины то я прямо почувствовала какое-то облегчение мне вот стало легко легко на душе и вот с того момента я стала ездить уже знаете как успокоилась единственный момент был знаете смешной сейчас расскажу короче говоря приезжает ко мне этот ревизор ну провела ревизию все хорошо все нормально и ей нужно уезжать ей нужно уезжать ну а как раз осень была так холодно знаете у нас дождик такой шел и я предложила ей говорю если не боитесь то я могу вас отвезти в аэропорт ну а она видно прикинула что такси это дорого а такси дорого а ехать далеко и в общем она решила рискнуть она решила рискнуть тем что села со мной значит машину и вот мы с ней едем представляете а я тогда еще даже не знала вот у меня запотели окна у машины а я даже не знаю как я судорожно еду и пытаясь дождь идет знаете вот это дворники туда-сюда я ничего не вижу у меня мало того что машина вся мокрая мало того что дворники вот это без конца передо мной еще и изнутри машина запотела потому что мы сели в машину влажные уже с одеждой то есть пока дошли там от офиса нашего до машины мы немножечко намокли и видно это испарение началось а может это я так от страха потела ну в общем мне запотели окна мы едем как подводной лодки ничего не видно я думаю боже мой она рассеянет и думает господи куда я попала и мы и я начинаю все вспоминать что мне муж когда-то говорил про то что вот если окна запотели то что надо делать короче говоря я открыла я открылась начало это окна приоткрыла но окна приоткрыла немножко быть бы как уж не я что-то помню что будет как он мне говорил что надо окна приоткрыть я приоткрыла окна а в эти окна щелочки начал дождь капать еще хуже стало а вот потом я попыталась включить этот ну систему кондиционирование кондиционирование что-то у меня климат-контроля вы знаете я так плохо разбиралась что она делает вообще и как какие-то значки то есть я все время забывала на что надо нажимать чтобы воздуходуф вот этот вот работал ну в общем кое-как с грехом пополам я ее довезла перекрестилась думаю наверное она больше ко мне на любви сюда не приедет вот ну в общем вот так вот все случилось ну и с тех пор вы знаете я потихоньку-потихонечку начала ездить и сейчас я хочу сказать что я получаю огромное удовольствие вот кисты я получаю огромное удовольствие от обладания машиной потому что машина действительно для меня не роскошь а следствие передвижения и следствие решать мои проблемы быстро то есть и иногда бывает так что выходной день я выстраиваю маршрут так чтобы мне попасть в разные точки города да и везде поделать свои дела и быстренько вернуться домой хочу сказать что без машины конечно бы это заняло целый день а то и два вот поэтому конечно уж как сейчас я работаю сейчас я работаю вообще в таком месте где не ходит общественный транспорт и в общем-то добираться туда было бы очень тяжело без машины ну и что хочу сказать какие-то я дала сейчас советы женщинам которые начинают водить но в первых строках я хочу сказать что дорогие девочки женщины ну пожалуйста его смотрю просто умоляю не вешать и сзади пожалуйста наклейку с каблуком каблуком с туфелькой вот это что-то я не знаю ужас какой-то когда вижу у меня прямо рога вырастают потому что вы знаете вот для меня вот это вот когда я вижу эту наклейку мне кажется что это сразу лучше напишите я дура я курица я там еще что-то потому что это признак это признак того что вы себя считаете ну таким скажем так чем чем на дороге ничем никто ничем не отличается на дороге все равны нету женщин и мужчин тут нету гендерного какого-то различия мы все водители за рулем поэтому я вас умоляю ну не вешайте вы такую штуку потому что ну но мы это может вызвать даже неадекватную какую-то реакцию водители так знают знаете вот я уже когда еду за водителем я уже понимаю что за водителем либо женщина сидит либо сидит и пожилой очень человек либо это сидит ну человек который недавно водит машину потому что это все видно когда ты едешь за рулем ты видишь по движению автомобиля когда едет перед тобой что за рулем сидит там не очень опытный водитель поэтому не надо пожалуйста вешать вот эти обозначения никакие честно говоря меня я недопонимаю когда вешают еще с изображения маленьких детей но это что значит вы поймите что никто вас специально не будет таранить за да никому не хочется ждать по пять часов эти гаишников никому не хочется потом ремонтировать машину если авария происходит то она происходит но по каким-то независимым от обстоятельствам вот поэтому не знаю мне кажется эти наклейки это что-то лишнее не нужно и конечно если положено что два года вы должны проездить под восклицательным знаком то этого достаточно вполне для других водителей это понятно что восклицательный знак значит сушите меня голос вообще сел что это значит за рулем не очень опытный водитель вот вторую какой бы я сделала какой бы я сделала сказала бы совет значит когда вы начали водить то естественно это надо хорошо знать правила дорожного движения естественно это надо быть внимательным и внимательным каждый раз когда вы подъезжаете к какому-то во первых читать знаки до читать знаки во вторых когда вы подъезжаете вот вы знаете что впереди вас допустим кольцо но заранее посмотрите не тогда когда вы практически уже въехали на это кольцо да и вы уже соображаете где приоритет это к кольцо приоритет имеет или вы приоритет имеете то есть нужно смотреть заранее подъезжаете вы к перекрестку или подъезжаете вы к кольцу каким образом вы должны проходить какие-то сложные места знаете какие-то часто встречающиеся сложные места нужно просто вызубрить как очень наш то есть вы должны четко понимать как вы проходите вот просто себе знаете как раз прочитайте два не надо заучивать Никогда не надо ничего учить, нужно понимать, разбираться, то есть вы разберитесь один раз, как вы проезжаете Т-образные перекрёстки, как вы проезжаете перекрёстки, которые не стоят в знаке приоритета, где главное, где второстепенное, где уступить дорогу, где нет, как вы их проезжаете. И несколько раз прокрутите такую ситуацию, что вы подъезжаете к перекрёстку, ага, вы стоите здесь, а допустим слева к вам подъезжает автомобиль, кто кого пропускает, в какой последовательности. Вы вот это должны чётко знать. Потом вы, естественно, не должны нервничать, расслабляйтесь как можете, потому что чем сильнее вы напряжены, тем больше, во-первых, вы притягиваете какие-то негативные ситуации в свою жизнь, вообще в свою жизнь. Ну и, в частности, находясь на дороге. Первое время я бы рекомендовала ездить по главным, то есть прокладывать маршруты так, даже если вам, ну, это не, скажем так, длиннее маршрут ваш будет, но зато это будет для вас спокойнее и безопаснее, если вы будете ездить по главным дорогам. То есть вот у меня от точки А до точки Б, например, я знаю, что можно проехать так, можно проехать так, а можно проехать вот так. Но я знаю, что если поеду так, то у меня, я везде буду на второстепенных дорогах, и мне придётся, знаете, как долго кого-то пропускать, кого-то ждать. То есть я не уверена в своём автомобиле ещё, допустим, была, да, я не знала, насколько она юркая и насколько она мощная, что при нажатии газа я так быстренько жюх и проскачу. Поэтому лучше ездить первое время пока по главным дорогам. И самое главное, вы знаете, вождение автомобиля это прежде всего практика. Если вы будете бояться, если вы будете ездить только от дома до работы и от работы назад, и не будете никакие изучать новые маршруты, и не будете тренироваться как-то в чём-то, то ваше вождение, в общем-то, ваше вождение будет для вас небезопасным, и оно не будет доставлять для вас удовольствие, а будут какие-то проблемы вызывать. Вы знаете, я встречала с женщиной врачом, которая говорила, что случайно встретилась, пришла к ней делать УЗИ, и я не знаю, про что-то заговорили, и в общем она сказала, что у нас в городе ездит, значит, какой-то процент ездит психически ненормально, какой-то процент алкоголиков, наркоманов, малолеток, которым подарили машины и купили права, девочки, которые, значит, тоже им подарили машины и которые не умеют ездить за рулём, потом пожилые люди, которые совсем пожилые. Ну, в общем, вот так она там, это, в общем, нормальных людей я из её разговора поняла, что вообще за рулём не бывает. Конечно, она мне тогда нагнала страха ещё больше, потому что думаю, ну, если врач так рассуждает, то чё ж куда? Конечно, наверное, так оно и есть. На самом деле, вот я сколько езжу, адекватные, нормальные водители, вы знаете, мне, и хотя я стараюсь не пользоваться своим, знаете, вот этим, я даже не могу сказать превосходством гендерным, да, скажем так, то, что я женщина, но очень водители очень тактичные, знаете, они, ну, они понимают, может быть, у них жёны учились водить, и они как-то, знаете, относятся к этому с пониманием, то есть очень часто пропускают, очень часто уступают где-то дорогу. И нет, есть такие, конечно, которые, что ты, наоборот, они тебя ещё так сделают, чтобы ты тут так перенервничала. Я уже шесть лет вожу машину, но иногда попадаю в такие, ну, ситуации, когда я вижу, что водитель просто быкует, знаете, специально делает так, чтобы я тут, по-русски говоря, в штаны наложила от страха. Ну, ничего, справляюсь с ситуацией, справляюсь, потом смеюсь, сама сижу. Когда мы с ним, это, знаете, у нас часто бывает, у нас очень большая пробка бывает, вот я с работы выезжаю в 5 часов, это просто со всех сторон, видимо, все выезжают, у нас на кольце такая пробка, и вот там, бывает, зажимают, бывает, зажимают прям тебя с двух сторон, и, знаете, остаётся буквально там по 10 сантиметров до машины, и ты, конечно, нервничаешь, ты боишься, что ты сейчас кого-то заденешь, и эти вот мужики, они едут, и, мне кажется, они даже специально это делают. Ну, когда я выезжаю из этого, это, я очень мило ему улыбаюсь, улыбаюсь и говорю, что ты товарищ на букву К, вот. Конечно, ругаюсь, выходят эмоции очень много, когда за рулём едешь, и вот что-то случается, конечно, я так не ругалась никогда в жизни, как я ругаюсь за рулём, ну, куда деваться, наверное, без этого. Что бы ещё, что бы ещё бы я посоветовала, значит, перекрёстки, кольца, главные дороги, желательно, изучить машину, конечно, изучить машину и изучить её, знаете, технические возможности, насколько они, ну, вот, то есть это нужно просто уже водить, водить, водить и тренироваться, знаете, может быть, где-то, я даже не знаю, я не могу сказать, что это в пустынных местах надо делать, нет. Наоборот, в пустынных местах вы никак не поймёте, насколько ваша машина маневренная, и насколько она быстрая, и насколько она мощна, вот. Если ваша машина, конечно, маломощная, то не стоит на перекрёстках рисковать, выезжать, если вы видите приближающийся какой-то транспорт. Лучше перестоять, лучше переждать. И не обращайте никогда внимания на фофакующих сзади. Вот это те, которые фофакуют сзади вам, и никогда не ведитесь на то, что они хотят, чтобы вы там быстрее проехали или ещё что-то там сделали, какие-то манипуляции. Вы должны ездить так, как вам удобно. Но другое дело, если вы попадаете в поток автомобилей, да, который движется с определённой скоростью, и если вы будете нарушать этот скоростной режим, то, конечно, вы будете камнем преткновения вот в этой колонне, и вас начнут фофакать. То есть, если вся колонна идёт со скоростью 60 км в час, то вы, конечно, должны идти тоже со скоростью 60 км в час, а не 40, а не 30. Но если, хочу сказать, если вы едите по городу, в котором разрешено, естественно, движение со скоростью 60 км в час, кроме указанного иначе, то есть, если где-то ограничение идёт 40 км в час, то вы спокойно и спокойно можете двигаться по левой стороне, не уступая никому дорогу, и как бы вам там сзади не сигналили, как бы вам там сзади не моргали фарами, чтобы вы уступили дорогу, вы едете со скоростью, которая установлена правилами дорожного движения. И если человек хочет нарушать эти правила, ну пусть он каким-то образом объезжает вас. Это его уже проблема, каким он образом будет объезжать. Точно так же на перекрёстках, если товарищ нервничает и пытается проехать там, ну пусть проезжает. Вы знаете свою машину, вы знаете, что вы не проскочите, что вы не успеете проскочить, или вы просто боитесь, и это тоже понятно, психологический фактор тоже ясен. Подождите, пока проедут машины, и тогда вы начнёте движение. Хотя, конечно, я сама тоже нервничаю в этой ситуации, потому что, ну, понимаю, что уже 20 раз можно было бы проехать, а впереди стоит кто-то, ну, особенно если с восклицательным знаком. Но я всегда, знаете, я всегда с пониманием отношусь к восклицательному знаку, потому что я очень хорошо помню, как я сама, с каким я страхом водила машину, и как для меня всё это было непонятно первое время, вот, что, как вести себя на этой дороге. И самое главное, не теряйте, не теряйте бдительности, спокойствия самое главное, и помните, что пройдёт совсем немножко времени, и вы начнёте водить машину. Нужно перетерпеть 2, 3, 4 месяца, может, у кого-то это доходит до полугода. Но я хочу сказать, если вы будете, ну, вот, если вы будете стараться, если вы будете всё делать для того, чтобы научиться, если вы будете хотеть учиться, то вы сможете уже спокойно ездить, тем более, если вы начали водить машину сразу после сдачи прав. То есть у меня был другой вариант. Я вообще, я же говорю, я начала водить машину через 14 лет после того, как сдала на права. То есть я столько лет вообще не ездила, я всё забыла, я забыла все знаки, я забыла все правила, я забыла вообще как, ну, вообще всё забыла, и я начинала с нуля, и тем не менее я вожу, и очень-очень довольна и очень рада. Ну, надеюсь, что я кому-то помогла. Пишите, может быть, у кого-то тоже есть какой-то такой опыт, знаете, может, какие-то смешные ситуации, случаи на дороге какие были, или при обучении, при вождении, что-то у вас было такое интересно. Я всегда вспоминаю вот и сдачу экзаменов в ГИБДТ, и первые мои шаги на НИВе вождения. Я всегда сюда, я, ну, такую ностальгию вспоминаю, но и этот ужас, я всегда помню его, знаете, то, что мне пришлось пережить. Ну, и сейчас вот, слава Богу, ездим. Ну, на этом я заканчиваю. Пока-пока. До новых встреч.